Мы находимся в периоде перед Хага Труа, перед праздником Труб, и потом, как Ханина сказала, как написано в Торе, Йом-Кипур, Суккот, и в это время начинают читать Слихот. Что такое Слихот? Это когда ты допускаешь Господа Бога до твоего сердца и говоришь, там что неправильно, покажи мне. Есть целые страницы Слихот, записанные в Сидуре, еврейском молитвеннике. Это неплохо, кто любит по Сидуру. Я все-таки в надежде, что Руаха Кодыш ободряет нас обращаться к Нему в духе. И если в это время Господь говорит вам чего-то, а вот сегодня, с самого начала собрания, я думаю, многие слова говорили как раз к тому, чтобы мы могли обращать внимание на глаз Божий. И у каждого из нас есть много-много с чем исправляться, просить у Бога милости и Слихот. Поэтому я ободряю вас быть в этом формате. Сегодня мы продолжаем разбор Захарии. Помним, что мы занимались Захарией уже несколько недель, уже несколько месяцев, наверное, подряд. И я когда, в свою очередь, проповедую, разбираю пророка Захарию. И мы уже подошли к 10 главе Байзрата Шем, 10 и 11, я бы хотел сегодня пройти. Но в начале несколько слов. Мы говорили уже, что пророчества, они больше для сердца, они больше для сердца, чем для головы. Потому что не всегда мозгом мы можем какие-то вещи сопоставить вместе. Но я уверен, что бывали ситуации, когда мы были в пророческой атмосфере и нам пророчествовали. И иногда ног просто как стучит по барабану, ты вообще никак не реагируешь. И вдруг, в другой момент, кто-то тебе чего-то говорит, и ты просто чувствуешь, как у тебя слезы идут, и ты плачешь. Кто знает, про что я говорю? И ты знаешь, во, это пророчество. А то, может быть, там было что-то. Мы должны поэтому быть аккуратными с пророчествами исследовать их. Но пророческое слово, дай-то Бог, чтобы оно обновлялось, и чтобы мы имели наставление. И вот, как я уже сказал, наши дети побывали в атмосфере, где эти вещи практикуются. И я видел, что в прошлый шаббат они там тоже собрались в третьем классе и молились, и слезы текли у них. Я просто в трепете, что Господь будет давать этим вещам происходить. И более всего будет давать. Поэтому, когда мы читаем и слушаем разбор пророка, то, во-первых, все поняли, не поняли. Главное, что в сердце зашло Слово Божие. Вторая вещь крайне важна. Пророчества часто, как спиралью, повторяются. И какие-то вещи были сказаны для поколения, которые были и жили во времена Захарии. Какие-то были на порядок позднее. А некоторые абсолютно актуальны для нас. Если мы дойдем до конца 11 главы, я вам прочитаю слова, которые сегодня можно ставить в любой информационный сайт Израиля. И все скажут, а точно вот так оно происходит. Ну, потом мы посмотрим. Ладно, давайте будем двигаться дальше. Прошу Тебя, Господь, дай нам дух премудрости и откровения. Дай нам принимать. И пусть Твое Слово действует, укрепляя нашу веру. И здесь написано 10 глава. Я начинаю читать с 1 стиха. Я не знаю, можно ли высвечивать на Библию на экране. Можно? Если можно. Захария, 10 глава, с 1 стиха. Просите у Господа дождь поздний. На иврите малкош или поздний, последний дождь. Это дождь, который идет крайне поздне весною. То есть мы знаем, что период дождей в Израиле, это примерно декабрь, январь, февраль. В марте может что-то капнуть. Но иногда мы знаем, что раз вдруг в мае пошел дождь. И здесь вот этот намек. Просите дождь поздний. Если мы обращаемся к тому времени Захарии, времени, которое было после него. К тому моменту, когда Ешуа пришел и раскрылся. И когда он был распят, погребен, воскрес. И после Господь излил дождь. Я очень думаю, что это как раз про то время говорится. Потому что если мы смотрим динамику пророчеств. Все пророчества показывают, что однажды прольется дождь. И это будет время суккота, когда придет глобальное избавление. Гошана-раба. Спасение тотальное, общее. Но вот как некоторая стрела, которая вдруг пришла вовремя. И она пришла во время, когда в принципе ее особенно не ждали. То есть вдруг пришел Агнец Божий. И это был Песох. И он был в храме. И потом произошло то, что произошло. Это Господь творит грозовые тучи. Он дает вам обильный дождь. Каждому злаки на поле. И если мы помним, что мы читали 2-3 недели назад. Из 9 главы там написано. И юноши ваши будут расцветать от зерна. И девицы ваши от вина. И я сказал, что это аллегория. Слово Божье. Искупление. И вот вам еще и молкошь. Этот поздний дождь, который приходит, когда ты его уже особенно не ждешь. Я думаю, для нас это является очень интересной аналогией. Что иной раз ты проходишь определенные сложные вещи. Но если ты близок к слову, к крови, завета, искуплению. То и этот дождь, он будет проливаться на тебя. Я хочу продолжить дальше чтение. Но вначале хочу сказать пару слов. Я думаю, после пандемии мы что-то так с семьей отвыкли от всех этих каньонов, киреонов и всего, что я уже забыл, когда там был. Но до пандемии, иной раз мы пойдем с семьей посмотреть кино или просто прогуляться с детьми. И в Кирионе, в Кириат-Бялике, может кто помнит, там перед кинотеатром стояла куча столов. Продавали всякую ерунду, не знаю, если это сейчас. И сидели люди с картами Таро. Кто видел такие вещи в кеньюнах, здесь у нас в Израиле? Сидят с картами Таро. Это чисто магическая вещь, про которую очень четко сказано. Таких людей просто изгони. И вдох, вот тебе Израиль, все сабава. Сидят, и они говорят, садись, мы тебе сейчас разложим пассианчик на картах Таро. Я даже не знаю, как это толком называется, может быть я ошибаюсь. Это не пассиан, но не важно. Гадатели, вражи и всякие чудотворцы. Неделю назад я читал вам статью от ортодоксального Рава, который говорит, что пророка из среды вашей воздвигнет вам Бог. А гадателей, всяких предсказателей, вы остерегайтесь и уходите от них. К сожалению, в Израиле всегда было это искушение с гадателями и со всяким идолопоклонством. И даже, как казалось бы, как говорят в некоторых книгах исторических, что во времена первого века, перед разрушением Иерусалимского храма, в Израиле была тотально религиозная атмосфера служения Господу Богу. И храм был разрушен. Кто помнит, из-за чего второй храм был разрушен? Сенатхинам, беспричинной ненависти. Некоторые также истолковывали это ненависти к Божьему Агнцу. Потому что Ешуа сказал в одном месте в Евангелиях, он сказал такие слова. Я хотел собрать вас, но вы меня отвергли. И я оставляю ваш дом пуст. Помним эти слова, да? Так вот, некоторые говорят, кроме вот Сенатхинам, что это ужасно, все в Израиле, кроме этого, особенно в религиозном плане, было Сабаба, были школы фарисеев, саддукеев, и все обучались. На самом деле это не совсем так. И современные раскопки в Иерусалиме показывают очень интересные вещи. Когда раскапывают слои, связанные с первым веком, там под многими домами есть порог. И под порогом похоронены дети. Это чисто языческий обряд. Помните, когда Иисус Навин проклинал Иерихон? На первенце, тот, кто будет восстанавливать Иерихон, на первенце своем заложит первый камень, и на еще одном своем последний камень. То есть у язычников была такая форма поклонения, что они клали под порог дома своего мертвого ребенка. Ужас, как это звучит. Но это таких, короче говоря, таких похоронений, захоронений в Иерусалиме находят целую массу. И находят очень много всяких инструментов для поклонения идолов. Всяких лампады, всяких, которые не связаны с еврейским храмом, не связаны с шабатом, не связаны ни с чем, что называется вера Танаха. И я думаю, что вот это предупреждение от Господа к Израилю звучит примерно так. Вы народ, который я избрал, и вы находитесь в области духа. И когда ты ходишь в области духа, ты на самом деле направлен на Бога. Но иной раз вот эта духовность, такое случилось с Соломоном, он вдруг супердуховный, вдруг стал строить какие-то капища. И у Израиля эти вещи происходят практически автоматически. И Господь Бог нам говорит, не обращайтесь к гаданиям, не обращайтесь к гороскопам, не обращайтесь к вещам, которые могут принести духовную туму, нечистоту в ваши дома. Потому что таким образом вы подвергнете себя просто проклятию. Я читаю текст, стих 2-й, 3-й, 10-й главы. И стуканы вещают бред. Это немножко другой перевод, и я специально выбрал не синаидальный, чтобы он немножко резал нам слух, чтобы мы могли слышать слова. И стуканы вещают бред, и гадатели видят пустые видения. Сновидцы рассказывают лживые сны и утешают впустую. Потому-то народ из Китая, словно овцы, и бедствует без пастуха. «Разгорелся мой гнев на пастухов, я накажу козлов. Ведь позаботится Господь, сила своей отаре, о доме Иуды, сделает его подобно величавому коню среди битвы». И вот здесь очень четко говорится, гнев Божий на пастухов. В религиозно-мессианских, христианских кругах, когда мы читаем слово пастух, это сразу про пастыря говорится. «Ваш пастырь». На самом деле здесь не про пастыря вообще говорится. Здесь говорится о лидерах страны, тех, которые направляют в ту или в другую сторону народ. И, к сожалению, у нас сейчас здесь просто разброд и шатание. С одной стороны, у нас пытается подняться мощнейший религиозный блок, в котором, как говорят в пословице, не все гладко в датском королевстве. И там есть много своего идолопоклонства, перегибов, перекосов, контроля того, что ненавидит Господь Бог. И с другой стороны, либеральная сторона, где процветают все то, что Господь Бог в Писании обозначил грехом. Все виды сексуальных извращений и отношений со всем. И вот это сегодняшний Израиль. По всей видимости, тогда было тоже что-то подобное. Мы просто начинаем как бы идеализировать какие-то те былые дни. Но пророчество Захарии актуально. И Бог говорит, я буду поражать их. Смотрите, последних лет 15 правительство наше менялись каждые 2-2,5 года. Просто как это. А тут мы прямо через череду выборов прошли, одно за другим. Как будто нету достойного. Я скажу, что в данном случае тело Машеха, это не только мы, Шавей Цион, это все те 150-200 общин, больших и малых в Израиле, крайне ответственны возносить свою молитву перед Господом Богом, чтобы он простил, помиловал и очистил наш народ. И вот здесь есть такие слова. Гнев мой на пастухов, я про лидеров слушаю, и накажу козлов. В данном случае козлы – это не другая группа, вид животных, находящихся в стаде. Это лидеры стад. Это как эйдот. Знаете, что такое эйда? Эйда таймоним, еменская. Эйда русим. Эйда марукаем. Это как общины. Вот здесь, где уже про козлов сказано, вот именно в этом месте Господь говорит, я хочу, чтобы лидеры эйдот говорили истину своим, тем, кто может быть услышан. Вы, наверное, сейчас слышали все в новостях, как эфиопская община, там погиб маленький ребенок, и какие они демонстрации. Я не буду говорить, кто прав или кто виноват здесь, но суть, что они собрались общиной и сделали, как ихние лидеры говорят. Вы знаете, в некотором роде мессианские – это тоже эйда. И здесь нам очень важно быть в правильной волне друг с другом и не находиться в собрании, как благочестивые овечки, а дома, за пределами общины, быть, как весь мир. И я верю, что эти слова говорят – будьте везде всегда святы. Ну, вот так вот хотел истолковать стих. «Ведь позаботится Господь сила своей отаре, а дом мы Иуды, сделает его подобным величавому коню среди битвы». Я буду продолжать стихи 4, 7, 10 глава. «Из Иуды будут их правители». И дальше идет очень интересный перечень, какие правители будут из Иуды. И здесь сказано в другом переводе «их краеугольный камень, их колышек для шатра, их лук для битвы». То есть из одной эйда, из одной общины Иуды, поднимаются люди разных дорог. Эти вот слова для меня вызывают интересную аналогию в Римлянах, 12 глава. Там написано, что дары, то есть дух он один. Мы призваны быть в одном стаде, но дары у каждого разные. И здесь очень важно отодвинуть в сторону всякие конкуренции. Здесь, может быть, один был колышек для шатра, и без него этот шатер стоять не будет, а другой будет лук для битвы. И без него молиться и пробиваться куда-то дальше невозможно. И в Римлянах написано то же самое. «Имеешь ли дар? Учителя учи, пророчества, управителя, распорядителя, давателя, и действуй этими дарами. И тогда ты будешь видеть, как благодать и полнота наполняют и есть Божья победа». Продолжаю читать. «Вместе они, как воины в битве, втопчут врага в дорожную грязь, будут сражаться, ведь с ними Господь и посрамят всадников. Я укреплю дом Иуды и спасу дом Иосифа. Я возвращу их, потому что сжалился над ними. И будут они, словно я их не отвергал, ведь я Господь их Бог, и я им отвечу. Ефремиты уподобятся воинов, их сердце будет весело, как от вина. Обрадуются их дети, увидев это, возликуют в Господе их сердца. Я свистну им, и они соберутся, ведь я выкупил их, и будут они многочисленнее, чем прежде». И данное пророчество говорит и о прошлом, и о настоящем. И здесь вот дается интересный пример о ефрамитах. Ефрамиты – это представители колен Иосефа, которые считаются, находятся в рассеянии. И я знаю, что есть многие люди, которые считают себя рассеянными. Может, у них нет бумаг, чтобы доказать, кто они, откуда, из какого народа племени. Но внутри у них есть ясное «я принадлежу». Я думаю, что в один день, вот на основании подобных пророчеств, Господь будет не только возвращать самоиндификацию, но и давать людям желание о возвращении. Стих 9, 12, 10 глава Захарии. «Пусть я рассеял их среди народов, они меня вспомнят и в дальних странах. Они, их дети, выживут и возвратятся. Я возвращу их из Египта, соберу из Ассирии. Я приведу их в Галаад и на Ливан, и не хватит для них места. Они перейдут через море бед, и смирится бурное море, и все глубины Нила иссохнут. Гордость Аравии будет унижена, и лишится Египет скипетра. Я укреплю их в Господе, и они будут жить во имя Его», возвещает Господь. Если мы читаем эти стихи, и мы не знаем вещей, которые происходили с еврейским народом в прошлом, то для нас это как бы набор каких-то провозглашений и цитат. Но если мы присмотримся, то здесь говорится об ситуациях, между которыми был Израиль с Египтом и с Ассирией, две великие страны, которые с одной стороны реально несли смерть и уничтожение Израилю, но в других форматах были с определенным благословением. И здесь сказано, я унижу их. Что сегодня о Сирии? Кто-то слышал такой народ под названием Курды? Курды живут на территории Турции, Сирии, Ирака. Вот в этом вот пятаке. Они рассеяны. Раньше это была величайшая империя. Сегодня они зависимы. Ну, я не скажу этот секрет. Сегодня они зависимы от поставок израильского оружия, чтобы бороться с турками, с исламским джихадом и с сирийцами. То есть это рассеянные племена, которые унижены, которые потеряли былую славу. Египет, их 90 миллионов, огромная страна, огромный потенциал. И здесь написано, и все глубины Нила иссохнут. Может быть, кто-то читал в новостях в Эфиопии, которая находится туда, дальше, в истоках Нила, строят громадную плотину. И Египет просто готов воевать с Эфиопией, чтобы эта плотина не была построена или достроена. Почему? Потому что есть прямая угроза, что Нил, который греет, наполняет и кормит Египет, будет просто высушен. Вы можете представить, насколько четко данные пророчества сбываются, и понятно, что эти вещи можно и по-другому толковать, но вот простой пшат, и далеко никуда не надо ходить. И здесь в этих стихах говорится несколько, я возвращу вас. Здесь Бог говорит к Израилю, я возвращу вас. Эти возвращения уже были, и вот сегодня они опять происходят. я хочу начать читать 11 главу. Это глава, в которой есть также много скорби, есть много пророчеств. Я читаю в 11 главе первые 6 стихов. «Распахни свои двери, Ливан». Кто знает, что такое Ливан? Страна, которая на севере Израиля. На иврите слово «Ливан» можно толковать и несколько иначе. «Ливан» от слова «Лаван». И стандартно истолковывается слово «Лаван» как «храм». Почему храм? Храм – место, где обелялись грехи Израиля, и где возносилось ходатайство Господу Богу по пророчеству Соломона, даже за все народы земли. Также храм был построен из кедров Ливана. Помните эту историю? Как храм поставлял Соломону кедры. И Писание очень часто под словом «Ливан» не подразумевает страну Ливан. Чаще всего, когда про Ливан как страну говорится, говорится про города Тир-Вецидон. Тир и Сидон. Там были такие империи, их Бог судил. Но когда под словом «Лаван» чаще всего лучше понимать храм. «Распахни свои двери Лаван или храм. Пусть огонь пожрет твои кедры. Плачь кипарис, потому что рухнул кедр, погибли величественные деревья. Плачьте дубы башана. Вырублен непроходимый лес. Слышен плач пастухов, ибо их богатые выгоны разорены. Слышен рев молодых львов, вырубленных чаще у реки Иордан. Так говорит Господь Бог мой. Паси овец, обреченных на убой. Покупатели безнаказанно убивают их. Те, кто продал их, говорят, слава Богу, я разбогател и забыли. И пастухи о них не жалеют. Ведь я больше не стану жалеть обитателей страны», возвещает Господь. «Я отдам всякого в руки ближнего его и в руки его царя. И они будут опустошать страну, а я не стану спасать никого от их рук». Я думаю, что когда возводился второй храм, и вот Захария дает такое пророчество, то потом, когда этот храм был поруган и разрушен, эти пророчества воплотились буквально. Я вам расскажу историю, и я думаю, наверное, здесь многие слышали эту историю. Иерусалимский университет. Кто слышал такое учебное заведение? Иерусалимский университет находится в двух местах. Гиватрам в Иерусалиме и Хар-Ха-Цофим, на горе Цофим. Цофим с иврита – это те, кто смотрят, наблюдатели. Цофе. Знаете, почему так назвали Гар-Ха-Цофим? Когда римляне подошли к Иерусалиму, чтобы осадить Иерусалимский храм, ихние генералы говорили, они остановились на горе Цофим, или на английском Скопус, стояли там за своими войсками и говорили, вперед, давайте мы сейчас убьем сопротивление этих евреев, которые защищают храм. И Тит их остановил, говорит, смотрите, что там происходит. И они всмотрелись. И на площадке храма 3-4 разных еврейских религиозных групп воевали друг с другом. Просто убивали друг друга. И Тит говорит, будем стоять и смотреть. Линницпе. Мы посмотрим. Пока они добьют друг друга, потом просто зайдем туда и возьмем. Это то, что случилось. И, к сожалению, к сожалению, почему я говорю, мы сегодня, как мессианские, призваны к ходатайству за наш народ. Потому что иной раз разделения просто разрывают нас. И некоторые говорят, война объединяет. Не дай Бог война. Пусть Господь пошлет свой руаха кодыш, чтобы страсти в народе утихомирились. Это пророчество полностью соответствует словам, которые позднее в 24 главе Ишуа в Матфея сказал. И он говорит, не оставят камня на камне от храма, от Лавана, от Ливана. Ну, вот это вот здесь. И, наверное, здесь определенный урок, что даже, как мы говорим, вот религиозность это не ответ. Религиозность записанная, замурованная в стандарты это не ответ. Это строит человека в подчинении вещам, которые ты толком даже не понимаешь. Тебе говорят, делай так. И ты в знак величайшего уважения к этому духовному авторитету делаешь то, что ты не понимаешь. Писания призывают нас исследовать себя, исследовать за Божьими повелениями и откликаться на зов Духа. Я не говорю, что какие-то религиозные обрядности, они во вред, но поймите то, что вы делаете. Поймите то, что вы делаете. Я читаю 11 глава 7-й 10 стих. Я пас беднейших овец Атары, обреченных на убой. И я взял два посоха и назвал один благоволением а другой единство и пас Атару. Здесь на иврите очень интересно звучит, что Бог пасет Атару и он берет в руки два посоха. Шней маклот лихат карати наам велиахер карати ховалим. Наам это от слова наим. Что значит наим? Приятный. Приятность. Ахевель что такое хевель? Веревка. Веревка. Связывает ховалим. Я не очень до конца понял, но в принципе есть такое выражение на русском языке кнутом и пряником. И по-другому как бы никак. Вот ты пасешь овец и если они не хотят слушаться голоса пряника, то получают кнут. И где-то это совпадает с тем, что Игорь Насаев пару недель назад давал в недельном чтении, когда говорил мира за меру. Кто помнит что такое мира за меру? Я тоже учил немного, что весь мир устроен Словом Божьим Торой и функционирует как живой организм. И когда мы в этом мире оперируем добром, добро возвращается нам. Когда мы в этом мире оперируем злом, зло обращается нам мера за меру. Новый Завет говорит те же самые слова, что если ты рассорился с кем-то, то побеги примирись с ним прежде, чем он приведет тебя на суть. Ешуа говорит мера за меру. Тора говорит мера за меру. И я хочу сказать, что нам нужно во всей этой структуре избирать добро, потому что даже если у нас своих сил не хватает, то помощь от Господа приходит. Я продолжаю читать дальше стих 8. За месяц я прогнал троих пастухов. На этот стих сложно толковать. Если говорить о временах Ешуа там менялись первосвященники один за одним. Если мы говорим о наших днях, то мы тоже видим, как очень быстро меняются управляющие правительства. 9-10 стих. Атара возненавидела меня, а я устал от них и сказал, я не буду больше вашим пастухом. Пусть умирающий умрет, а гибнущий погибнет. Пусть оставшиеся поедают друг друга. И я взял посох называемый благословение и сломал его, расторгнул в завет, который я заключил с народами. Он был расторгнут в тот день, и беднейшие изотары, которые наблюдали за мной, узнали, что такого было Слово Господне. Этот стих опять-таки крайне сложен, и часто Писание использует метод некого преувеличения. Я оставил свой народ. Тора говорит, видел, что народ грешит, отвергает его и говорит, я оставил. На самом деле, это больше для нас сигнал к покаянию. Не может оставить Бог свой народ. Писание очень четко говорит, я обручился с вами, я обручился с вами, и когда муж с женой обручаются, когда невеста с женихом обручаются, это завет навеки. И многие грешат тем, что расторгают свой завет, свой брачный завет. И Господь порицает эти действия, но тем более Он сам не может расторгнуть завет. Но Он говорит, я расстроен вами, я расстроен, что каждый избирает только свою собственную выгоду и свой собственный путь. И посему я говорю, я не буду вас благословлять, если вы будете постоянно грешить. Здесь вот есть слово, я расторгаю свой завет с народами. я думаю, что немножко понял, о чем здесь говорится. Вы знаете, что очень много людей, особенно в христианском мире, любят говорить благодать, благодать, у меня всегда полная благодать и полное все хорошо. Но послание к евреям очень четко говорит, что человек, который безостановочно грешит, отменяет действия жертвы за грех. И наша жертва за грех это Мессия. Но если мы говорим, а я все равно в благодати, я все равно проскочу, потому что так в нашем собрании учат, то Писание говорит, ты не проскочишь. Ты можешь упасть, и ты можешь подняться, и стыкаешься. Но если ты безостановочно углубляешься в свой грех и играешь из себя простака, то ты отменяешь все то действие заветов, которое Господь делает для тебя. 12 стих очень тяжелый, и я не очень понимаю, как его не могут не толковать правильно наши ортодоксальные братья, потому что многим из них все-таки, пускай и в критическом формате, но новозаветняя история известна. И здесь есть такие слова. Я сказал им, если хотите, дайте мне мою плату, а не так и не платите. И они отвесили мне 30 шекелей серебра, 30 серебряников. Господь сказал мне, брось их горшечнику, высоко же они меня оценили. Я взял 30 шекелей серебра и бросил их в доме господним для горшечника. Я вижу, что это прямой текст о Ишуа. И если мы перескакиваем и смотрим интересную историю про горшечника, которую видел Иеремия, ему Господь показал, как горшечник работает. И горшечник делал сосуд из глины и в какой-то момент не так палец поставил и этот сосуд согнулся. и горшечник что сделал? Она сырая глина. Он взял ее, смял и заново ее сделал. Но это была та же самая глина. И это аллегорично или пророчески говорит, что мы в руках Господа Бога и Он может делать с нами много чего, если мы позволяем Ему, если мы не упрямимся. Но второе суть этого слова пророческого, она записана в Матфея 27 главе. Я хочу прочитать с третьего стиха. «Тогда Иуда, предавший его» Эта история записана в Евангелии и посмотрите, как она просто связана с пророчеством Захарии. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он, Ишуа, осужден и раскаялся. И те 30 серебряников, которые ему дали первосвященники за прикладательство, возвратил их первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они сказали ему, ну, ты согрешил, ты думай, что с этим делать. Смотри, сам они ему сказали. И написано, он бросил серебряники в храме, вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв же серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется это земля, земля крови до сего дня. Ну, как могут люди, знающие хорошо священное писание, игнорировать такой текст? Я не знаю. То есть, ну дайте хоть какое-то достойное пояснение, но здесь слова говорят о нашем Спасителе и вещи, которые произошли, произошли буквально, просто буквально. Ну и вот последние стихи, которые я прочитаю и те, кто из вас следит за новостными сайтами, подумайте, насколько они применимы сегодня. Вот она, спираль пророчеств. Было когда-то, потом было еще, сейчас повторяется в наши дни. Я читаю с 12 по 17 стих 11 главы Захарии. Затем я сломал второй посох, называющийся единством, или узы, хевель, то, что связывает нас всех вместе, разорвав узы братства между Иудой и Израилем. Господь сказал мне, возьми снова орудие глупого пастуха. Я дам этой стране пастуха, который не будет беспокоиться о пропавших, искать молодых, лечить у вечных и кормить здоровых, а будет есть мясо отборных овец, отрывая даже копыта. Горе скверному пастуху, оставляющему Атару. Пусть меч поразит его руку и правый глаз, пусть его рука совсем иссохнет, а правый глаз совершенно ослепнет. Знаете, я без именной фамилии, но посмотрите, как решение многих больших людей в Израиле полностью соответствует данному стиху. Только бы урвать для какой-то своей группы, только бы не сделать что-то равноценно, правильно и разумно. И я даже не осуждаю их за это, потому что они попали просто в эту динамику, и когда ты попадаешь в такую динамику, тебе очень сложно выскочить из нее, ты как бы зацелился, зарубился, вот это моя цель, и я ее буду делать, и меня поддерживают мои лидеры, мои учителя, мои раввины, или мои советники, или мои консультанты, и я говорю здесь не только религиозных, то же самое делают светские либеральные, которые зациклились на либерализме, и они просто пробивают это мое, потому что не стаду Израиля, и понятно, все говорят, я буду премьер-министром или министром для всех жителей Израиля, и все мне равны, неважно, выбрали меня, не выбрали, на самом деле это так, к сожалению, сейчас не происходит, и это крайне больно, и я возвращаюсь к моменту, в котором мы живем. Сейчас период слихот, нам нужно просить, чтобы Господь забрал вот это видение, раздирающее народ, чтобы народ смирился под руку Господню, и мог, наши правители могли бы совершать дела достойные, укрепляющие народ, и чтобы мы, как верующие, могли не только ходатайствовать, но и жить благословенно. Кто сказал «Амэн»? Встаньте, кто сказал «Амэн». Давайте все встанем. Амэн. Небесный Отец, мы просим у Тебя прости, что мы позволили слепоте поразить наши глаза. Небесный Отец, прости, что мы поражены слепотою, и, как написано в Писании, правители достойные народа поражены слепотою. И каждый из них по отдельности достойный человек, умнейший, Гаон, каждый в правительстве. Мы благословляем их, мы просим Тебя за Рош Мишалу, за всех его советников и министров, и просим Господь, чтобы их сердца вернулись, как когда-то Нафан проговорил к Давиду, ты проговори к ним, чтобы их сердца вернулись на место, и чтобы они могли нести мир и благополучие и безопасность народу твоему Израилю. Мы просим у тебя покаяния за самих себя, за то, что мы слепы и часто пытаемся добиться каких-то целей призрачных, даже переступая через головы других людей. Дай нам любить по-библейски и помоги нам быть общиной в святости и в благословении. Прошу тебя, Небесный Отец, поддержи нас, наполни нас полнотой твоего Святого Духа, и дай нам, Господь, ходить перед тобою свято и смиренно. Мы благословляем твое святое имя, Небесный Отец. Башем Ешуа Амашех. Башем Ешуа Амашех. Помоги нам, Господь. И вархеха Адонай ва ишмиреха и аэр Адонай панав и леха вихонеха и са Адонай панав и леха ви и сэм леха шалом. Прошу тебя, Небесный Отец, пусть твои мир, шалом вешлем ва Шем Ешуа Масшех спаспеш с твоейт нам. Все даскажут Амен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова